так здравствуйте меня зовут александр иванов спасибо сетям кто к нам сейчас присоединяется мы с вами проведем три дневной анализ рынка золота серебра также курса валютной пары доллар к рублю давайте откроем аналитику форекс календарь событий tfx street поставим также плюсики все кто сейчас у нас в чате открываем сегодня смотрим что у нас сегодня важное ждет я отмечал уже вчера что сегодня на самом деле никакой важной статистики у нас не будет думаю что единственно возможно может сегодня относительно сильно среагировать доллар на розничные продажи обычно в декабре сильно реагирует долларами на розничные продажи итак давайте идем теперь к нашему терминалу меня в первую очередь интересует естественно рынок металлов как проявилась тенденция после серьезной статистики я специально сейчас удалил лишние индикаторы чтобы можно было просто по фракталам и по двум вспомогательным индикаторам находить какие-либо возможные точки входа в позицию сейчас пока какой-то явной тенденции у нас нет пока мы видим что белая свечка находится внутри предыдущей белой свечки то есть внутренняя свеча выхода из данного диапазона мы не видим вчера мы отмечали что цена находится на отметке 1191 так отмечаем 1191 563 если быть точным уровень открытия здесь 1191 563 вчера у нас то выше то ниже цена закрывалась моменте сейчас закрывается выше символизируя о том что спросу таки есть уровень очень сильный и мы на него ориентируемся всегда когда смотрим на точнее на данный тип уровня мы всегда смотрим когда видим нисходящую тенденцию если мы ждем какого-либо разворота то мы сюда ориентируемся как раз на эти отметки на минимум и на нижнюю часть тела свечи сейчас видим что цена находится выше данного рубежа спроса присутствует на недельном графике на дневном графике мы видим как цена у нас приходила данную отметку и оттолкнулась от нее сейчас находится выше создается предпосылка для дальнейшего движения наверх но пока мы видим что свечка текущая свечка находится внутри большой импульсной свечи и пока мы можем только предполагать боковую тенденцию на текущих уровнях единственно хорошо для золота то что все-таки спрос появился и в моменте мы можем закрываться уже выше той боковой тенденции внутри которой мы в моменте были смотреть на четырехчасовом таймфрейме видно было как золото у нас корректировалась вниз находилась внутри предыдущей боковой тенденции что символизировало само по себе негативную тенденцию то есть мы считали что либо будет боковая тенденция либо снижение сейчас мы видим цена оттолкнулась уже от именно сильного недельного уровня находится выше него показывая что все-таки спрос присутствует сейчас на четырехчасовом таймфрейме мы видим постепенно растущие тенденцию хотя по индикаторам манифлейндекс единственная была удобная возможность именно купить в момент сильного снижения потому что фактически именно здесь у нас уже индикатор начинал постепенно разворачиваться наверх вообще я считаю что пока никаких серьезных предпосылок для сильного роста нет позитивом является повторяю то что спрос присутствует то есть мы не говорим о продаже во первых мы говорим о том что спрос просто только лишь в его качестве роста спроса качество торгового сигнала на покупку если смотреть миниатюре уже на часовом таймфрейме видно как была образована большая черная свечка и видим как были образованы две больших белых свечки цена сходила у нас на уровень сопротивления толкнулась находится тоже в боковой тенденции собственно сейчас мы видим в моменте появляющийся торговый сигнал пробитие ближайшего уровня фрактала возможно опять сейчас появляется у нас на рынке покупатель продажи мы здесь не предполагаем единственное что для всех участников кто вчера увидел возможность для покупки была хорошая возможность самый последний момент заработать на этом росте каким образом если посчитать уровне спроса предложения найти скрытый уровень момент когда он стал относительно актуаль например отметка в 12 на 8 15 часов если взять рубеж 1193 848 в принципе появился торговый сигнал именно в 19 часов на восстановление можно было попробовать зайти от уровня поддержки на повышение рискнуть и тем самым заработать сейчас если посмотреть то же самое на 30 минут на таймфрейме такой же предпосылки я не вижу то есть немножко другая ситуация нужно посмотреть по меньшему таймфрейму если сейчас посчитаем такими же образом то вот видно у нас на отметке 1211 180 аналогичный тип уровня которые только что на получасе находил 1211 180 тоже на 15 минутки 180 тоже идет восстановление спроса сделаю синим цветом вы видите что на индикаторы как таковы я не обращаю внимание я анализирую только уровне и сама тенденция то есть на индикаторы я не смотрю на самом деле я их могу конечно вообще убрать чтобы они нам не мешались но с другой стороны если я ориентируюсь например на вход в позицию от уровня от сильного уровня то конечно я смотрю на индикаторы потому что они нужны посмотреть если сейчас хорошая возможность зайти от самого уровня сейчас мы уже находимся в самой тенденции они на уровне поэтому на эти индикаторы как таковы я уже особо ты не обращаю внимание так значит в моменте сейчас мы видим цена преодолела уровень 1211 180 это было у нас буквально 45 минут назад спрос появился у нас на свечке которая была в 7 45 спрос присутствует цена растет вот что я могу сказать вам об этом потенциально цена может вырасти еще выше и следующую ближайший уровень то может быть фактически до него дошла это отметка 1203 486 при преодолении которого все будет работать по аналогичной схеме то есть нам нужно посмотреть чтобы цена также смогла закрепиться сейчас выше отметки 1203 502 для более осторожных участников можно добавить скользящие средние посмотреть на тенденцию давайте посмотрим пятая скользящая средняя ну и 13 добавим просто для того чтобы так секундочку для того чтобы взглянуть на сама тенденция да действительно тенденция у нас разворачивается наверх это видно по скользящим среднем поэтому рискнуть можно будет если есть возможность еще зайти по отметке 1201 но я думаю пока уже маловероятно если цена пойдет вниз закроется ниже 1201 180 это отменит сигнал на покупку на самом деле тогда можно будет поторговать даже на понижение сейчас есть уровень которому цена подошла это отметка 1200 203 486 1203 500 если мы закроемся выше то можно подождать так же закрепление на данной отметке для того чтобы поторговать дальше на повышение вот в таком контексте сами минимумы которые у нас были образованы сегодня можно посмотреть каких рубежей касалась цена когда корректировалась в моменте здесь просматривается следующая схема здесь нужно смотреть на другой таймфрейм цена фактически касалась если смотреть на 15 минутки уровня 1199 некий такой скрытый уровень который необходим для того чтобы рассчитать после закрепления цены выше максимума например 1207 ждать отката и фактически войти в позицию на отбой от этого уровня отбить их таковое произошло но сейчас возникла уже в повышательная тенденция именно от этого уровня итак значит у нас с вами есть отметка 1211 180 1203 500 если золото вырастет выше 1200 3 мы будем ждать закрепление коррекции с последующим входом в позиции с возможным потом дальнейшем повышениям если сценарий не сработает то сейчас цена просто пришла пока цена находится ниже данного рубежа он является локальным сопротивлением так как цена не может закрыться выше это говорит о том что на рынке нет спроса в нужном объеме в нужном объеме если цена пойдет ниже 1201 180 мы по аналогичной схеме будем ждать закрепления и с последующего снижение вот такой вот такой расчет я думаю все кто успели там выставить свою позицию сейчас должны быть в профите получается по стратегии генерис матрикс совмещенной понятием уровней в момент трендового импульса можно было бы зайти в позицию есть вариант что есть вероятность что цена может действительно пойти дальше наверх мы с вами сделали разметку выше ниже где цена сейчас закрывается мы будем предпринимать какие-либо действия сейчас пока вот локальный рост спроса спрос растет выгоднее покупать продажи сейчас я не вижу расчет мы уже произвели в случае чего если цена закрывается вышли ниже какого-либо из рубежей мы начнем торговать если вы еще не успели открыть какую-либо позицию по часу сигнал на покупку думаю по я появится после преодоления 1230 380 но у нас здесь также и 1203 480 есть или 1203 500 поэтому пока вот следующий у нас с вами расклад сил и так давайте посмотрим на давайте посмотрим с вами на серебро на серебре что у нас с вами происходит здесь относительно долгую стабилизацию мы наблюдаем это с одной стороны даже хорошо что не падает у нас с вами серебро золото новов уже пошло наверх серебро и медленно но тоже поднимается давайте посчитаем также по тому же алгоритму как и по золоту если у нас предпосылки для входа в позицию внутри дня если какие-либо ближайшие уровни я посчитаю у меня есть схема расчета уровней 1 2 1 2 3 собственно на самом деле если быть точным то правильный торговый сигнал сейчас посмотрим какой минимум у нас ниже 16 178 16 180 180 можно скорректировать это хорошо что 180 был выше чем 178 поэтому тогда я переношу уровень необходимый уровень на другой рубеж на отметку 16 299 сейчас я выделю прямоугольник данный рубеж вот таким вот образом это некая некий скрытый уровень спроса сформировался отлично в принципе можно вот сейчас цена и приходила как раз на этот рубеж и так цена уже оттолкнулась от него фактически автоматически были выставлены у крупных участников лимитные объемы на покупку на этом же рубеже и цена уже оттолкнулась наверх сейчас уже никто из вас не успел зайти в это движение давайте посмотрим на 30 минутном таймфрейме какие-либо у нас тут есть ли предпосылки для входа в сделку сейчас прямо аналогичный расчет будет у нас так раз два три четыре но на самом деле хочу сказать следующее что получается так может быть это к лучшему может нет но снова уже сделка упущена только что толкнулась цена у нас от уровня шестнадцать триста двадцать восемь в моменте что теперь делать я думаю что теперь остается вариант если никто еще не успел зайти в позицию посмотреть только на самых мелких таймфреймах я думаю что и по генеис матрикс здесь уже был сигнал на покупку на пятнадцати минутки в момент появления свечки восемь часов сразу же закрепление было на самом фрактале цена пошла наверх спрос присутствует на золоте серебре по текущей цене правда я не рекомендую покупать потому что уровень поддержки достаточно далеко оказывается я думаю что как техническая возможность самый мелкий таймфрейм я рассматриваю думаю что сейчас фактически чуть ли не пятимин не не минутный таймфрейм надо даже открывать собственно движение уже пошло предполагаю теперь уже надо подождать давайте откроем часовой таймфрейм так как уже импульс сформировался если кто-либо из вас не успел зайти будем ждать закрепления выше 16 360 16 360 у нас будет ориентиром для входа в сделку уже по стратегии импульсных уровней импульсных свечей в сторону тенденции так как тенденция у нас продолжается можно подождать отката к уровню 16 360 я не сторонник входить по текущим ценам если откат будет сформирован можно будет зайти попробовать на отметке 16 360 стоп где можно будет разместить стоп можно будет разместить под уже уровнем 16 217 как по крайней мере это наиболее близкий стоп будет все что ниже и если цена пойдет ниже отметки 16 360 по крайней мере до тела свечи если дойдет отметки 16 331 можно будет попробовать зайти на этом же рубеже но сейчас я думаю что раз спрос появился надо не продавать а стараться на откате на коррекции зайти в это движение резко цена у нас пошла наверх в моменте по скрытым уровнем спроса цена отталкивалась то от одного уровня как видите от сильного потом от второго уже менее слабо и пошло дальше все у нас наверх предполагаю на самом деле что сейчас наиболее благоприятный точнее наиболее безопасный наиболее безопасной возможностью зайти в сделку будет только на коррекции если сформируется боковая тенденция можно будет зайти по аналогичной схеме как и сегодня но сейчас просто заходить в покупку я не советую продавать открывать позиции я тоже не советую я думаю есть смысл пока подождать на коррекции зайти в сделку на повышение спрос лак локальный спрос начал расти все таки давайте вернемся еще раз к золоту посмотрим как у нас здесь аналогичная схема спрос растет давайте посмотрим в этом моменте мы преодолеваем отметку 1203 486 на 15 минутке давайте посмотрим по самому мелкому таймфрейму в моменте мы его преодолели этот рубеж но пока по 15 минутки еще ничего мы не увидели никакого закрепления цена может закрыться как выше так и ниже данного рубежа закроется выше попробуем зайти в позицию по данной отметке закроется ниже входить не будем 1203 500 как вариант зайти в именно в эту тенденцию желательно вообще если вы пропускаете торговый сигнал в идеале когда его нужно произвести от какого-либо уровня чем дальше вы будете входить по мере развития тренда или тенденции тем рискование будет у вас сделка поэтому пока вот можно подождать либо отката коррекции зайти по более безопасной цене либо по крайней мере стабилизации цены выше уровня 1203 500 и попробовать зайти уже в меньшем таймфрейме именно данной отметке сейчас локальный рост спроса у нас присутствует на графике и так спрашивают у меня по неким торговым инструментом стоит ли входить в продажу когда дошло до месячного фрактала и по дневному таймфрейму идет тренд нисходящий давайте посмотрим что вы меня спрашиваете в продажу советуйте да итак вас интересует данный инструмент мы его еще не анализировали на вебинарах давайте посмотрим итак цена пробила у нас получается рубеж 1 31 940 сейчас цена может понятно закрыться выше либо ниже еще не будет это для нас как таковым сигналом на вход в позицию на данном таймфрейме потому что здесь так как цена пришла к сильному уровню с большей вероятностью конечно цена должна пойти вниз большому счету потому что все таки у нас в целом эта тенденция тренд нисходящий в то же время можно посмотреть как относительно безопасно можно будет зайти в сделку если посмотреть на какие-то вспомогательные возможности именно вот такого типа уровня нам придется применить то что мы обычно используем здесь и так здесь везде у нас показывает все позитивно никакого расхождения цены индикатора мы не видим мне нужно оценить вот единственно что по 4 часовику цена приходила у нас к сильному уровню и в принципе по обоим индикатором на 4 часа веке был у нас с вами торговый сигнал на продажу то есть можно было заходить контртренд сделку здесь прямо на самих максимумах в принципе как вариант можно было попробовать зайти но если мы смотрим цену на точнее если мы смотрим ситуацию приближение точнее цены к месячным уровням то лучше всего взглянуть именно на меньший на порядок таймфрейм то есть на дневной таймфрейм а на дневном таймфрейме пока никакого глобального разворота мы не видим поэтому пока предварительно не хочу вам говорить но это относительно рискованная сделка на дневном таймфрейме если бы у нас похожая ситуация была бы как например десятого третьего здесь у нас более очевидное было расхождение цены индикатора от сильного уровня и можно было если увидели бы такую же ситуацию сейчас можно было попробовать зайти но пока есть вероятность что цена может стабилизироваться здесь на текущих уровнях если вы сейчас зайдете в сделку на сегодняшнем дне есть вероятность что в моменте вы будете просто испытывать минус можно попробовать зайти в сделку только минимальным объемом но на четырехчасовике как таковой сигнал вы уже упустили если смотреть меньше таймфрейма вообще на теперь на часовом таймфрейме на часе как таковая возможность была у нас 12.05 поздно ночью буквально перед закрытием торговой сессии собственно еще был шанс зайти в сделку в 12.08 в районе 11 часов собственно сегодня цена скорректировалась нас наверх и точнее от снижения скорректировалась наверх снова произошло снижение и сейчас есть вероятность раз цена у нас отскакивает от большой белой свечки который мы здесь видим на графике есть вероятность что сейчас цена может просто застрять в данном диапазоне в боковой тенденции если смотрите если сейчас как вариант сценарий рассчитываем следующий произойдет рост цена у нас закроется выше отметки 1000 точнее выше отметки 131 926 вот я вам показываю его если хотите красным цветом выделил вот если цена закроется выше данного рубежа в моменте то это будет уже скорее предпосылка для формирования по крайней мере боковой тенденции продавать будет очень сложно потому что боковая тенденция может быть высоковолатильной если будет узковолатильная тенденция тогда может цена еще вырасти еще больше обновить еще максимумы так как цена отскочила есть вероятность что отскок произойдет пойдет дальше надо посмотреть как поведет себя цена в районе отметки 31926 потому что я сейчас думаю что цена реально может дойти до данного рубежа если цена пойдет дальше вниз тогда можно будет попробовать зайти в сделку на продажу как вариант либо просто ждете сейчас движение наверх и потом разворота вниз туда можно будет зайти в сделку на понижение но сейчас открывать позицию на понижение не представляю возможно давайте посмотрим давайте посмотрим по доллару к рублю предварительно мы должны посмотреть на доллар к швейцарии тот же самый вот вы можете попасть в ситуацию похоже то что было у нас по доллару к швейцарии здесь отскок у нас произошел фактически не от самой огромной белой свечки от ее уровня который она пробивала вот уровень который она пробивала в моменте это некий такой уровень которому цена может в будущем скорректироваться и отбиться то есть потенциально уровень коррекции здесь присутствует цена от него отбилась и вы можете попасть в такую же ситуацию то что я сейчас вам обы сформировал на предыдущем торговом инструменте и технической возможности она похожа на то что сейчас показываю вам здесь вот есть у нас с вами могут с помощью прямоугольника даже более точно отметить эти рубежи я отметил по верхней части тела свечи но можно брать всю фрактальную свечку весь в расчет здесь не хватило спроса в моменте дойти до рубежа 97 826 и цена пошла вниз как вариант если такая же такой же сценарий будет реализован на предыдущем торговом инструменте можно будет зайти в продажу но технически цена может же и вырасти то есть вырасти и закрыться выше тогда может сформироваться и последующее восстановление поэтому просто подождите и не входите сейчас подождать надо коррекции здесь же идет снижение уже можно сказать полным ходом те кто успели зайти в продажу сейчас может быть уже имеют часть профита и наверняка кто-то уже зафиксировал часть профита это при приближении цены это при приближении цены к минимуму предыдущей торговой сессии минимум предыдущего дня как правило тоже служит неким ценовым ориентиром для открыть открытие позиции на откат либо фиксации профита либо по крайней мере фиксации части профита есть вероятность что мы пробьем данный минимум есть вероятность но также думаю логично было бы и закрыть часть профита прямо при приближении к данному руб к данной отметке тенденция на снижение у нас здесь на части наблюдается значит спроса на доллар сейчас нет фонд фонд у нас подрастает евро подрастает доллар кипони у нас снижается обращаю ваше внимание сегодня мы анализировали данный инструмент и смотрите внимательно мы с вами отмечали здесь некую некий уровень вот он цена пришла к нему к фрактальной свечке 119 797 обратите внимание этот уровень заметен на 4-х часовике и на часе на часе он более сильный если торговать от данных рубежей то нужно посмотреть именно на что происходит с ценой как она реагирует при приближении к уровню уже на порядок меньшим таймфрейме то есть открываем пятиминутку и смотрим что происходит на пятиминутке нам нужно увидеть реакцию рынка то есть она пришла к уровню в моменте она по идее сформировала рабочий фрактал откат но импульсной свечки господи импульсной свечки на пробитие данного рубежа уже не говоря о закреплении и последующей тенденции на повышение у нас нет поэтому покупки здесь мы не видим покупки мы здесь не видим но видим приближение цены к сильному уровню и видим что манифл индекс начал реагировать как вариант если у нас реализуется сейчас в моменте импульсная свечка с пробоем уровня фрактал какой у нас здесь 120 070 можно будет попробовать после закрепления зайти в позицию на повышение пока этого нет поэтому мы рисковать ходить не будем вот такой у нас с вами расчет цена просто отбила сейчас у нас от уровня и сформировала фрактал который нужно пробить если мы собрались расти значит спроса на доллар здесь нет доллар канаде доллар канаде аналогичная ситуация аналогичная ситуация на дневном графике интересная ситуация очень сильно наблюдается расхождение цены индикатора покупать на долларе канаде я не вижу возможности есть вероятность что цена может снизиться давайте посмотрим ближайший уровень как вчера на вебинаре мы его отмечали этот уровень этот уровень имеет свойство отбития цены точнее цена должна от него отбиться по крайней мере мы не говорим о каком-то глобальном развороте мы просто имеем в виду возможность отбиться цене от данного рубежа на четырехчасовом таймфрейме вот он этот рубеж уровень мы нашли и он стал актуален после появления свечки которая была у нас сформирована в два часа во времени терминала цена пришла к уровню просто от него отскакивает это просто отбойный уровень если бы если бы у нас с вами наблюдалось возможность увидеть данный уровень в боковой тенденции тогда бы я советовал бы вам входить по схеме скрытых уровней спроса сейчас просто это отбой идет от уровня не вижу по часу входа в позицию я на самом деле скорее только на 5 минутки здесь появилась техническая возможность отбиться цене всего лишь отбиться но никак без предпосылки роста последующего роста с обновлением максимум просто сейчас техническое отбитие мы наблюдаем если если как вариант вырастет цена у нас пробьем и фрактал 14 814 закрепимся и пойдем дальше наверх можно будет попробовать зайти в позицию разместив свой стоп под фракталом 14 740 ну и ждать естественно последующего роста ближайшим уровнем конечно будет у нас являться возможность вырастить цене до хотя бы преодолев уровень 14 912 вот ближайший уровень сопротивления который нужно будет преодолеть сразу же от разворот тенденции этого всего у нас нету с вами и поэтому спроса как таково я не вижу что-то пытается сформироваться но не активно если смотреть на разных таймфреймах индикаторы которые вы используете нужно понять логику движение цены она находится в определенном тренде и одновременно тренд может не совпадать с тенденцией в идеале для новичков проще всего для начала пока входить в позицию когда тренд совпадает с тенденцией научившись таким образом успешно торговать можете попробовать уже торговать когда тенденции не совпадает с трендом но пока лучше осторожней торгуйте когда тренд совпадает с тенденцией вот если смотреть на дневном графике тренд восходящий на четырехчасовике тенденция восходящая единственное что здесь как таковой сигнал на покупку был достаточно давно нельзя говорить что он бесконечно поступает на четырехчасовике как таковой сигнал был вот в моменте появление свечки которая была в 12.05 в полночь именно она являлась сигналом на восстановление спроса именно только эта свечка здесь это самый последний сигнал был нормальный относительно безопасный сигнал на вход в позицию если смотреть меньшие таймфреймы то можно было входить уже с меньшим горизонтом инвестирования поэтому самое главное не путайте горизонты инвестирования либо краткосрочные либо относительно долгосрочные если запутаетесь в стратегиях краткосрочной долгосрочной сделки то можете сделать роковую ошибку в своей торговле давайте посмотрим что у нас с вами по другим инструментам доллар в южной африке стабильная ситуация в Турции стабильная ситуация везде стабильная ситуация везде все хорошо я хочу сказать что никакого особого негатива я сегодня-то и не вижу на данном инструменте нейтральная ситуация нейтральная ситуация то есть негатива нет и позитива нет хотя это я лучше скажу что нейтрально позитивная ситуация доллар к рублю у нас вы видите пошел наверх мы уже 8 минут анализируем другие инструменты здесь фактически нейтрально тоже позитивная тенденция в моменте с открытия мы преодолели ближайшие уровни 53.77 54 ну и собственно что нам остается входить просто по текущей цене не вижу смысла пускай цена скорректируется до какого-либо уровня не вижу предпосылки для входа в позицию по текущей цене не буду советовать вам прямо сейчас входить в позицию на повышение да мы открылись ценовым гэпом все это в рамках боковой тенденции которая уже относительно долго у нас развивается цена в моменте смотрите пробила нисходящие линии внутри боковой тенденции это позитивный момент в рамках роста спроса если на следующем часе цена сможет закрепиться выше уровня открытия сегодняшнего дня просто уровень открытия берете смотрите 54.07 если в следующем часе мы закрепимся выше открытия сегодняшнего дня во всяком случае выше фрактала 54 это будет позитивом на дальнейший рост данного инструмента и обратно сразу смотрим если мы не сможем закрепиться выше данных рубежей то есть закроемся ниже открытия сегодняшнего дня это будет негативом и тогда у нас планомерно может произойти снижение вплоть до уровня 53.23 вот таков расчет у нас с вами я думаю это уже понятно должно быть здесь мы анализируем сразу с вами логидные возможности как для покупателей так и для продавцов мы смотрим сразу в обе стороны итак позитивом повторяю является то что цена смогла пробить нисходящую линию от максимумов исторического максимума 54.87 и 54.49 сам по себе факт рост спроса закрепляемся выше открытия это хорошо будет значит можно поторговать на повышение ждем следующего часа как раз у нас следующий час будет сопровождаться открытием европейской торговой сессии смотрите как на 5 минутки мы уже закрепляемся не хотим падать если вы купили вчера то можете держать длинную позицию если вы не купили прямо сейчас заходить в позицию я не вижу предпосылки лучше чтобы цена скорректировалась потом зайти обращаю ваше внимание на уровень открытия сегодняшнего дня он будет у вас ориентиром для того чтобы знать в какую сторону торговать цена закрывается выше торгуем на повышение цена закрывается ниже торгуем на понижение и так все кто были на нашем вебинаре всем спасибо следующий вебинар у нас сегодня будет занятие напоминаю всем рекомендую посетить сегодня будет полезное занятие много полезной информации узнаете рекомендую посетить курс который у нас будет сегодня именно в 15 часов по московскому времени просто открывайте смотрите запись точнее не запись смотрите именно его на бесплатных курсах это бесплатное занятие будет у нас сейчас мы его найдем так вот он видите откроете посмотрите писать вопросы будете постараюсь ответить каждому если сейчас текущие вопросы найдете меня вконтакте открывайте группу альпари новоси перегистрируйтесь в ней и находите меня пишите свои вопросы напрямую итак все кто был на нашем вебинаре всем спасибо до свидания